Девушки отдыхают Вот там те, которые покрупнее, это уже такие коровы взрослые Это уже наши, которые родились, расстелились у нас То есть это уже вторая генерация нас В общем, это уже дети наши, как бы, уже телец А, как раз вот сейчас он стоит с клеймом, это чистая стрелийка, правильно? Вот это, да, вот ее два теленка сосут, это стрелийка, да Но это тоже будет, это самое, расти просто, когда она еще молодая А там работает на генераторе помпа А там не на генераторе, там мото-помпа, она закачивает воду с копанья в поюте Ну, чтобы животные туда не мутили, не... ну, эту копань не раз, это самое, чтобы водой чистой Копань это враг, заполненный водой, грубо, да? Ну, котлован, да, он сам-то сам убирается Вот, просто, если бы они ввели напрямую, надо, во-первых, было бы, ну, спуск сделан из спуска, берега И они бы все равно там мутили воду А так, компа продуктином перекачает в поюте Ну, то есть это естественное? Да, 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 да Приходится так Потому что использовать, опять же, организаторов, чтобы они развозили воду, это не рентабельно Вот, а на том, на верхнем пастбище у меня уже практически закончен водопровод Там стоит водонапорная башня, трубы раскинуты Вот, сейчас осталось его добить В прошлом году частично его использовали Вот, но, как бы, в этом году осталось только вот доделать Когда-то мечтаю здесь это сделать Но тут нет близкого источника воды Там есть за пастбищем Там такой проточный, ну, маленькая речка, ручей Оттуда хорошо чистую воду брать А здесь смысла нету Здесь вот накопали копанье Здесь копанье, там копанье И вот с копаньей берем Они, с одной стороны, осушают, как бы, пастбище А, ну, то есть вы ее сами выкопали? Это была выкопана до нас А с той стороны мы сами копали Видишь, они, когда у них вот эта шерсть владенческая Она на солнце выгорает Становится такая рыжая Бурая Да, бурая Но к осени они все черные И потом уже такие черные Становятся, которые уже вылинивают Вот эта младенческая, нежная Которая выгорает, уходит А эта уже держит солнце Это не то, что они там В помесе рыжая Рыжий, если он рождается, он и рождается Рыжий, он такой и есть Как бы, если рождается черный, он такой и есть Как бы, единственное, как у телята такая присутствует некая А красный, если он родился, он все Красный Красный Спасибо. Видишь, по-хорошему бы надо. У меня гроссмастер есть. После каждой выпуски проходить гроссмастером, косой. Выравнивать? С одной стороны выравнивать, а с другой стороны растаскивать лепешки. Потому что когда они идут на следующий круг, вот здесь была лепешка. Она так растворилась более-менее, трава выросла, но они в этом месте не едят. То есть не такое эффективное использование поля. Но из-за того, что сейчас как бы заготовка, у меня все механизаторы работают по многу часов. У меня на работу по ухаживанию за пастбищем я не могу себе позволить сейчас человека, который отдельно, ну в связи с теми событиями, которые я тебе говорил. У меня вот раньше был человек, который чисто после прохода поля проходил гроссмастером это все. Ну сначала косой, потом гроссмастером все это выравнивал. Сейчас нет возможности такой. А вот там видишь корова, вон ходит арширка. Так, да. Это у нас кормилица. Кормилица в смысле? Да. У нас бывает, что, ну редко правда, но бывает, что матери бросают телят и для выпойки, ну там бывает 2-3 головы бывает. Вот мы держим корову, которую доят пастух и поят телят. Вот такие камни здесь когда-то собирали с этих полей, когда здесь был совхоз. Но не все собрали. Академия